Привет, дорогие зрители, мои постоянные зрители, новые зрители, может быть, мои будущие подписчики. Это видео про то, как сделать из стандартной белой PlayStation 5 крутую черную PlayStation 5. Из штурмейка сделать Дарта Вейдера. Ну, это, можно сказать, немножко, конечно, экспериментальное видео, и оно для тех, кто хочет кастомизировать как-то свою консоль. Вот, от PlayStation 5. Благодаря тому, что сделали реально снимающиеся две пластины, их можно заказать, к примеру, на Алиэкспрессе, там, не знаю, уже в крупных городах. Пожалуйста, все это дело продается. Цена примерно где-то от 1700 до, вот, получается, где-то 4000 рублей. Я решил пойти по самому дорогому пути. Я когда-то давно уже заказывал на свой мобильный телефон бренда D-Brand, американская фирма. Узнал я от американских ютюберов, хрен знает, еще сколько лет назад. Они занимаются этими скинами, короче, для телефонов, консоль и так далее. То есть, они вообще под любой телефон, там, делают эти наклейки, там, боковые, задние и так далее. И у них, типа, самая топовая тема. Я вот решил на PlayStation 5 заказать, вот здесь вот, свою посылочку. 60 долларов вышло. Охренеть. Я что-то посчитал, это в районе где-то 4000, чуть-чуть с плюсом рублей. Офигеть. Представляете, новый корпус для PlayStation 5. Но из-за того, что я занимаюсь видео и решил проэкспериментировать. Да. Моя, кстати, сумочка. Постоянно пользуюсь, потому что я переезжаю, там, из Москвы на дачу и так далее. Консолька у меня одна, и я вот реально этой сумкой пользуюсь вообще прям 100% времени. Классная сума. Оставлю, кстати, на нее ссылочку еще раз вам в описании. На Алике брал. Уже не помню, сколько она вышла. Здесь, вон, отверстие под, точнее, отделение под всякие провода есть. Хоп-хоп-хоп. Достали. DualSense. Достали консольку. Так, это пока уберем. Вот она. Она белая выглядит совершенно не дурно. Она выглядит очень классно. Мне нравится ее белый цвет. Намного, мне кажется, интереснее выглядит, чем, к примеру, Series X. Но тут тоже. Ну, на вкус и цвет, конечно. Потому что сейчас еще куча наклеек, которые можно заклеить на Алике, наклеить все здесь, здесь. Но у меня уже был опыт работы с наклейками, которые на консоль клеишь. Они со временем начинают, я не знаю, как-то сворачиваться, отклеиваться и так далее. Здесь впереди у меня уже наклеена наклейка такая матовая. Тоже заказывал, чтобы вот эту блестючку убрать, которая вот спереди идет. Вот она как бы есть. А, вот она. Только вот здесь вот, видите, он сзади завернул смолец. Ну, вот показываю все как есть. Итак, там кастомизации еще полно всякие на DualSense и так далее. Значит, заказал вот эту вот наклейку. Она стоит из, как бы можно сказать, двух частей. Она сюда же вешается. Это с Алиэкспресса, самая какая-то дешманская. Это типа дорогая. И вот, конечно, все вместе вот эти наклейки плюс все две пластины вышли в 4000 рублей. Вау. Доставка из Германии, кстати, была. Посмотрите на текстуру. Я выбрал себе вот такой вот рисунок. Даже не знаю, на что это похоже. Дерево, блин, камень. Ну, конечно, непонятно какой-то вот. Именно темный выбрал. Посмотрим, как будет выглядеть. Все это так. Эксперимент. Ну, упаковка, я вам скажу, конечно, премиальная. То, что я распаковываю на стриме. И, йоу, 60 долларов ты платишь. Чувак, ты получаешь, смотри, коробку, блин, картонную. Нифига себе. Ну, она выглядит реально круто. Здесь какие-то рисуночки. Вау. Смотри, открываешь. Тут это. Dbrand.com. How to install, deliver, там все дела. Все, смотри, запаковано. Само качество пластин. Я, конечно, уверен, что оно намного опережает Алиэкспрессовские. Потому что цена в два раза разница. Они вот это, типа, сами заказывают. И делают, типа, как под заказ. Там этими партиями. То есть, у них нет в наличии постоянно. У них, как бы, это там волнами заказывается. Ну, здесь ничего такого я сказать не могу. Ну, пластмасса, как пластмасса. Вот здесь, вот, конечно, да. Ну, здесь хорошо выглядит. То есть, ощущается все это. Покрашено. Так же, как и оригинал, наверное. Если за 60 долларов, то, боже мой. Мне кажется, не каждый готов 4 тысячи рублей выложить еще за такие пластины для консоли. Да. Вот напишите мне в комментариях, вы готовы были отдать 60 долларов за вот такие вот темные две пластины. И вот, например, такую наклейку. Чтобы из своей PlayStation 5 сделать, например, черную. Пластину можно было заказать желтые, зеленые, красные. Но я что-то подумал, что она будет какая-то слишком цветастая. Я хочу просто из нее сделать реально просто черныша. И в комплекте были вот такие две протирочки. Белые и черные тоже. Ди-брэнд. Окей. Так, сколько всего смотрел. Короче, снимается все это довольно-таки просто. По-моему, как-то вот здесь вот, типа, отгибаешь и так как-то... Или нихрена не отгибаешь. Нихрена мне не получается прям. Либо в другую сторону. То есть с одной стороны... А, вот. Отгибаешь, вот здесь чуть-чуть отгибаешь и просто сдвигаешь. И есть такая тема. Ну, даже не особо-то она и запырилась. А мы-ка сравним, кстати, вот что-то внутри. Ну, вот немножко вот эти вот штуки отличаются. Здесь они, вон, типа, полые. А здесь она, типа, дырявая. И все. Во всем остальном... Ну, вот здесь вот это. Плейстешеновские фигурки написаны. Вот. Ну, так, пресс одинаково все. Ну, хорошо. Давайте ее сразу и установим. Так. Сиди-привод. Так, наверное, до щелчка надо. Что-то не встал ни хрена. Ну-ка. О, до щелчка. Так. Просто так, чисто, визуально. Белая. Черная. Джокер. Окей. Ну, вот эту наклейку я точно сниму. Алиэкспрессовскую. Я не знаю. Мне, конечно, она... Она мне понравилась, но она, что-то, видите, с конца отрывается. Я скажу, что с наклейкой все равно как-то получше, потому что эта тема, ну, она прям, это, ну, грянцевая. Это вообще никуда не идет. Так. Вот я, кстати, не помню, в какую сторону снимается. Так, нет. Так, точно не здесь. А, ну-ка. А, вот, в эту сторону. Здесь надо, короче, на значок надавить. Вот так, типа, наверх. И просто вот так вниз снять. Так, окей. О, здесь, смотрите. Я что-то здесь пролил, что ли? Или я на нее написал? Интересная тема. Интересная. Окей. Тинк. Вау, какую сторону вставлять-то? Так. Вот так это должно быть. И. Так. О, человек. Кручок есть. Все, типа, черная консоль готова. Пожалуйста. Слушайте, она вообще реально по-другому выглядит. Она выглядит как черная. Мм? Хм. Как вам? Хм. А что-то в этом есть. Ну-ка, я сейчас отойду, посмотрю. Хм. Мне нравится, как выглядит. Прикольно они такие матовые. А, ничего так, ничего. Ёу. Прикольно. Но. Все равно. В связи с тем, что Здесь глянец. Глянец мне совершенно. Просто он мне настолько не нравится. Потому что на нем все остается. Не, ну, пока могу заявить, что наклейка, как и Шадди Брэнда, блин, наклеился с первого раза и ровно. Нежели чем... А, нет, здесь вот. Здесь косяк, здесь косяк пошел. Ладно, немножко переклеил. Но. Не, по наклейке согласен. Наверное, ее стоимость оправдана. Потому что она реально... Ну, ладно, с второго раза наклеилась. Ну, чё, чё, чё. А ну-ка, чё думайте. Какой Дарт Вейдер вышел. Ни хрена себе какая. Слушайте, а мне нравится. Охренеть, она дороже начала выглядеть. Кайф. Красота. Реально красота. Уху. Ну, главное это. Теперь пишите. Колхоз. Или не колхоз. Как вам? Нравится, не нравится? Пожалуйста, да. Оценивайте. Своё мнение говорите. Я вам еще могу дать ссылки на панели. Только, конечно, не инди-брендовские. Потому что они долго идут с Алиэкспресса. 1700 рублей. Но по сравнению, как они будут выглядеть, я не знаю. Вот. Но я нашел, конечно, для вас тоже. По самому простому пути можете пойти. Есть вообще прозрачный, но выглядит стрёмно. Вот и все. Конец ролика. Давайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok